Доброе утро! Сегодня я вам расскажу о такой проблеме, как восстановление мышц пресса после кесарево сечения, а также иногда возникает такая проблема, как диастаз, то бишь расхождение прямой мышцы пресса по белой линии. Начнем с того, что я вам расскажу, как можно диагностировать самостоятельно эту проблему. Ноги прямые и немножечко оторвать лопатки. Аккуратненько прощупывайте пальцами вдоль белой линии по центру пресса. Если палец проваливается, значит у вас есть расхождение. Желательно обратиться все-таки к хирургу для того, чтобы определить степень и в дальнейшем можно уже по рекомендациям врача начинать заниматься. Итак, расскажу о начальных упражнениях. Первое упражнение называется вакуум. Вы стоите на вдохе максимально, насколько можно, втягиваете живот. Держите до хорошего сжения. Выдохнули. Еще раз. Втянули и подняли ребра и стоим. Выдохнули. Так делаете до полного утомления. Немножечко отдохнули. Три-четыре подхода. Это первое упражнение. Второе упражнение. Вам нужно лечь на пол. Уперевшись на локти и на носочки, приподнимаем корпус. Немножечко округляем спину. И стоим. Держим. Втянули живот. Обязательно контролируйте. Держим. Держим от нескольких секунд и доходим до 30. Для начала попробуйте упираться локтями на диван или на какую-нибудь возвышенность. Ноги должны стоять на полу. Если вам так будет легко, переходите уже на пол. Следующее упражнение делаем также лежа. Ложимся на спину. Уперлись руками в пол. Приподняли ноги. Коленки немножечко согнуты. Разводим. Сводим ноги. Разводим. Если вам прямыми ногами вертикально легко, опускаем ноги под небольшой угол. И также движение ногами в стороны. При выполнении этих упражнений поясницу старайтесь не прижимать к полу. Мышцы пресса должны работать в натяжку. На сегодня у меня все. Будьте здоровы и красивы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова